Во время рабочей поездки в наш регион уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов побывал в гостях у семьи Бондаренко. Они одни из первых в городе открыли семейный детдом. Еще тогда он решил сделать им подарок. Благодатный переулок. Здесь находится благодатный дом благодатной семьи Бондаренко. Две недели назад детский омбудсмен Павел Астахов навестил первых в Курске приемных родителей. Семейному детдому Бондаренко уже 21 год. За это время Елена и Сергей воспитали восьмерых приемных детей. И это не считая трех родных. Приятный сюрприз. У Бондаренко снова гости. Вы у нас самый первый, самый лучший, самый верный родитель в Курской области, в городе Курске. Привет от Павла Астахова и подарок-сюрприз тоже от него. Да еще и с предысторией. Был очень восхищен родителями, детьми. И уехал, конечно, самыми добрыми мыслями, чувствами и пожеланиями. Но уезжая, он обратил внимание на телевизор, который далеко не свежий. И так шепнул на ушко, что надо бы заменить. Ну и мы, естественно, как это заменить. Попросили разрешение от имени Павла Алексеевича вручить этот подарок. Он сказал, что я буду очень признателен. То, что телевизор у семьи Бондаренко давно пора на пенсию, подтверждает и Елена Никифоровна. Старенькому телевизору уже 16 лет, как вот мы живем в нашем доме. Вот он, сияющий, новый, современный. Телевизор. Вещь в доме нужная, а памятная надпись от самого Астахова делает его для обладателей бесценным. Подарки всегда приятны. Да, такой неожиданный подарок. Дорогой. Да еще с дарственной надписью, это, конечно, вообще, мы не ожидали. Вот очень признательно. Приемные дочки и мама. Три музыкальные Елены. В долгу перед Павлом Астаховым не остаются. Посылают песенный привет. Ох, и как и я, лишь это молода. Одинокая была, да. Одинокая была, одиночество вела, да. Об одиночестве в этой семье только поют. Здесь ему не место. Не место в доме, где живут счастливые семейные люди. Юлия Комкина, Антон Латышев, Телеканал СЕЙ.